Любой сельчанин сможет дойти до нового фельдшерско-акушерского пункта за 10 минут. Его построили в центре села Кивать в декабре 2021-го. Установили основной блок-модуль, завезли кушетки для пациентов, отказались от печного отопления в пользу газового. Заведовать здесь будет Динаида Петровна. Для неё открытие – настоящий праздник. Осталось лишь дождаться. Вы представляете, я из старого медпункта говорю, я в новый медпункт. А зачем? Да вот там у нас мебель привезли. И я в 8 раз говорю, такая шикарная мебель. Такое, вы понимаете, оборудование. У нас всё теперь здесь есть. И ещё я работала раньше детской медсестрой. Вы понимаете, я мечтала детский пеленальный столик. У меня мечта была. Детские весы, они все тёплые. Ещё одна мечта – процедурный кабинет. Он заработает после получения лицензии. Плюс водоснабжение, электричество. Первой из сельчан, кто увидел ФАП изнутри, стала Анна Аляева. Сходу отметила разницу с предыдущим медпунктом. Сначала был у нас вообще медпункт прям вот как кухонка. Где у нас было там и процедурно, и приёмно. В общем, всё в одном кабинете. Потом всё-таки нас перевели более комфортно. Но всё равно. Но то, что нам сделали сейчас – это прям огромная благодарность. В ФАПе люди смогут получить неотложную или первичную медпомощь, поставить уколы, забрать лекарства. А вот кузским специалистам уже в районную больницу. Там тоже есть обновления. Третий этаж отремонтировали внепланово. Заменили окна, отштукатурили стены, выровняли полы в кабинетах. Все расходы покрыл региональный бюджет. Капитальный ремонт сделан хорошо. Кабинеты получились светлые, достаточно просторные. Они все оснащены автоматизированными рабочими местами. Призошли перепланировка в некоторых кабинетах. Это, в частности, кабинет ультразвуковой диагностики, кабинет фиброгастродуаденоскопии. Здравница на 1989 года. Ремонтом её не баловали. От времени не пострадала только напольная плитка. Местные смеются, мол, она выдержит что угодно. Чего не скажешь о коммуникациях. Сантехнику заменили, а для надёжной подачи воды установили водонагреватель. Ждать приёма пациенты будут на новых креслах в коридоре. Если раньше на самом деле были обшарпанные стены и просто эстетическое удовольствие не доставляло даже приход сюда, то сейчас для выздоровления вообще больных это имеет огромное значение именно ремонт в нашей больнице. В 2023-2024 годах отремонтируют четвёртый этаж и фасад больницы. Деньги поступят по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Александра Никитина, Сергей Кудаков, Управда ТВ.